Празднование Нового года трудно представить без ели. Сейчас на рынке богатый выбор живых и искусственных деревьев, зеленых и других цветов разной высоты и ширины. Как выбрать елку для дома, чтобы новогодний символ гармонично вписался в интерьер квартиры и простоял долго? И какую лучше брать ель, живую или искусственную? Живая елка. Чем она отличается? Наверное, тем, что это живое существо, которое вы приносите в дом, от которого сразу идет аромат. А потом ностальгия, наверное, наша по детству, когда в детстве приносили живые маленькие елочки домой, их украшали конфетами, кто мандаринами, кто орехами, сделанными своими руками игрушками. И нам хочется все равно вернуться в то время. Выбирать живую елку нужно по нескольким критериям. Главное, чтобы ветви были гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии, елку брать не стоит. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите елку. Если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Опять же, смотрите, что вам хочется, какие у вас условия, есть ли у вас дома домашние животные, дети. Для чего вы берете елочку живую? Если мы взяли живую елочку, соответственно, нам ее надо убирать, потом будет хвою. За ней надо следить обязательно. Это не просто, что мы принесли ее, поставили, и она будет нас радовать. Покупку елки лучше отложить на конец декабря, чтобы в новогоднюю ночь она была максимально ароматной и пушистой. Отправляйтесь за ней с утра при хорошем освещении. Также важно защитить дерево от резкого перепада температуры. После покупки дайте елке немного постоять на лестничной клетке, балконе или неотапливаемой веранде. Только после этого ее можно заносить в дом. Когда она немножечко уже, ну там, достаточно, скажем так, согрелась, то мы ее ставим в воду. Прежде чем поставить воду, обязательно надо внизу ее обрезать, как мы подрезаем всегда цветы. И немножечко я рекомендую зачистить ствол, потому что она первое время начнет пить. Обязательно в воду добавляем антисептик, марганцовку или аспирин, а также питательные вещества, сахар или купить в цветочном магазине специальный раствор.